Тестирование по отпечаткам пальцев или по научному биометрическое тестирование основано на науке дерматоглифики. Направление молодое и основано в середине 19 века, а сама методика существует чуть более двух лет. Тестирование показывает, куда, например, основные направления, куда может ребенок поступить, что делать, на какие виды спорта, например, ему ходить. И его профобразование, что лучше для того, чтобы реализовать себя. Потому что когда человек может реализовать себя, ходить на любимую работу и делать то, что ему нравится, я считаю, что это здорово, тогда у человека глаза блестят, и он не думает, что вот наконец-то начался понедельник, и как отработать до пятницы. А он просто идет, делает свое дело и делает его с удовольствием. Проект «Инфолайф» – продукт российского производства. Тестирование проводится по разным направлениям – интересы и потребности, профессиональная деятельность, способности к спорту, здоровье, физиологические особенности. Все данные высылаются на почту клиента, после чего удаляются. Возраст принципиального значения не имеет. Мы тестируем уже где-то с трех лет. У детей с трех лет, потому что если у ребенка хороший позвоночник, гимнастика, то он может ходить и заниматься гимнастикой. Во всяком случае пробоваться, потому что чуть позже это. И у меня, в принципе, 40% взрослых тестируется. Остаться равнодушным к такому тестированию сложно. Его задача не только раскрыть резерв, но и помочь разобраться в себе. И так как отпечатки пальцев не меняются, тест актуален всю жизнь. Это было интересно, это не могло быть неинтересно, потому что когда тебе рассказывают, это всегда увлекает. В целом впечатление, как от многих таких подобных тестов. Это что-то такое между условно гаданиями, составлением гороскопа по дате рождения и какими-то тестами, ну вот на ДНК и прочее. Что-то почерпнул, что-то, какие-то мои догадки подтвердили, с какими-то вещами даже я, может быть, был не согласен. Но это, да, в принципе, это, наверное, больше рекомендательного характера, потому что все-таки тоже слепо следовать инструкциям тоже не всегда стоит. Главная цель всех программ, тестов и методик – дать человеку полную психологическую картину о себе самом и новые возможности для развития. Есть люди, у которых развитая интуиция, они слушают свое сердце, у них и так получается, они идут, и главное там, и не обязательно это проходить, как бы там, тестирование. Ну, кто-то хочет что-то опознать, кто-то, какие-то свои лучшие качества всегда можно. Я говорю, мне это помогло. Ирина Альшова, Денис Величкович, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.